Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Влияние». Сегодня у нас в студию пожаловал интереснейший гость. Это герой нашего времени. Ему всего 33 года, но он сегодня уже работает и проповедует Евангелие в стране, где господствующей религией является ислам. Я хочу представить этого гостя. Это пастор Иван с церкви «Новый Иерусалим», город Стамбул, Турция. Добро пожаловать, пастор Иван, в студию телеканала «Импакт». Очень приятно. Здравствуйте. Поприветствуйте наших телезрителей. Приветствую вас с любовью Иисуса Христа. Очень рад сегодня этой возможности с вами побыть вместе и поделиться тем, что Господь имеет в моем сердце для вас. Ваня, мы все знаем, что такое ислам. Почему Господь побудил твое сердце поехать в Турцию? И, может быть, перед этим расскажи нам свое служение на Украине. Тебе всего 33 года. Как ты успел уже три года побывать в Турции? Ты работаешь там, служишь пастором. Расскажи нам о своем пути на Украине, где ты родился, и свое служение на Украине. Потому что Турция — это страна, как мы знаем, это где семь церквей откровения, где трудился апостол Павел, где последние годы проживала мама Иисуса Христа. То есть Турция — это страна, необыкновенная страна. И Господь послал тебя в Турцию. Но перед этим расскажи нам, пожалуйста, что способствовало этому? Почему именно Турция? Пожалуйста, тебе слово. Ну, вы знаете, я пришел к Богу в 1991 году. Конечно, мы можем говорить о мусульманах, но прежде всего нужно сказать, что мусульмане — это люди. А все люди, независимо от того, в какой стране они выросли, нуждаются в Иисусе Христе. Потому что к Богу другого пути нет, и нет другого искупления от человеческого греха. И нет другого имени данного человека. И нет ни одного человека, который не согрешал. Все согрешали, и это знает каждый мусульманин. Потому как искупиться от грехов? Я не предлагаю хулить мусульман, или хулить их религию, или их пророка, а я предлагаю им просто путь спасения. Предлагаю путь прощения их грехов и выхода из этой ситуации. Но вернемся немножко к началу. Я сам был в коммунистической стране и среди общества, закрытого для Евангелия. И я ненавидел Бога, ненавидел христиан, и никогда бы не думал, что я буду служить Богу, потому что я не был из верующей семьи. Точно так же, как и мусульмане, точно так же мы все назывались христианами, возможно, где-то тайна или христианская страна. Но, как известно, что настоящих христиан даже среди христианских стран не так много. Потому те, которые любят, те, которые используют правильное Слово Божие и живут по Библии. И вы знаете, такие люди приехали на Украину сразу после падения Советского Союза и в 1991 году проповедовали мне Евангелие. И я пришел к Богу через этих людей. Сначала я смеялся с них и думал, что это смешно, Бога нету и о чем они говорят. Но я повторил молитву за ними, не веря в это даже сильно. Но Господь услышал, и с этого момента начал открывать мои глаза. То есть я не просто был религиозным с детства, я пережил Бога, лично встретился с Ним. С этого времени я понял, что это реальность, которую я познал, ей надо жить и надо служить. Здесь не вопрос обращения в религию, а личной встречи с Богом. который сотворил Вселенную, который присутствует в моей жизни, с которым я хожу и живу. И я думал, что теперь я буду служить Ему. И никогда не думал, что я выйду за пределы Украины. Господь со временем меня поднял в служителя, чтобы я служил Ему, и поставил меня пастором церкви в Черкасской области на Украине, в одном маленьком городе. И я просто служил людям там. И я никогда не думал, что когда-либо я поеду в исламский мир. То есть ты родился в Черкасской области? В Черкасской области. Родился. Мне пришлось быть в Черкасской области тоже. В Черкасской области, но жил также в России, потому Россия мне тоже близка. И в 95-м году, 95-96 год, на Новый год, я попал на международный миссионерский конгресс в Голландию. Это было в Утрихте. Называется Mission или Just Jesus. Разное название, которое не проходит каждые 4 года. Этот конгресс собирает молодежь со всех стран мира с разных церквей, разных динаминаций. И что мне тоже очень нравится, потому что Господь, кто принимает Его искупительную жертву и живет в святости, тот является Его детем, независимо от того, в какой динаминации он находится, в какой церкви. Если он ненавидит грехи, любит Бога и рожден свыше, старается жить по Писанию, я очень почитаю и уважаю. И вы знаете, я поехал туда, и там была молодежь. 7,5 тысяч молодежи. На этом конгрессе? На этом конгрессе. И сколько дней был конгресс? Пять дней. Пять дней? Да. Но он попадал как раз на Новый год. И на Новый год вместо молитвы за год проповедник, который вел этот конгресс, обратил наше внимание, что мы помолились за Турцию, как за окно в исламский мир, через которое либо Евангелие идет на восток, либо что-то еще с востока идет сюда. И мы молились за Турцию все. 7 тысяч человек, 7,5 тысяч. И вы знаете, я не могу сказать, что я очень интересовался. Я просто, честно говоря, хотел тогда увидеть, как в церкви на Западе все только открылось, и было интересно. Но Дух Святой тогда прикоснулся к моему сердцу и вложил в мое сердце эту любовь к этим людям. Туркам, мусульманам, китайцам, индийцам, которых вместе 4 миллиарда людей, живущих на востоке. И большинство из них не знает пути спасения, не знает Иисуса Христа. И вот эта любовь, она и попудила меня молиться за них. Не желание там насадить, что-то разрушить их, а любовь, сострадание, что эти люди идут в ад. Тут нужно понять разницу. Не просто какая-то организация и структура, работа, а на самом деле мотивом была любовь к этим людям, что они идут в ад. Но я никогда не думал, что я туда поеду, потому что думал, что в исламский мир, поехать миссионерам, служить могут поехать только фанатики, которые уже не хотят жить. А я молодой, хочу жить еще. И это же было в 95-м году. В 95-м году. А это же 12 лет назад. Да. На том конгрессе, когда пастор призвал молиться за Турцию, ты тогда почувствовал желание или побуждение ехать, не ехать в Турцию, но уже что-то произошло в твоем сердце. И получается, что мы... Я вернулся назад, я уже был пастором, молодым пастором в церкви. И я попросил церковь молиться. Давайте будем молиться за Турцию, за исламский мир, за все мусульманские страны, за Китай, за Индию. Но в основном за исламский мир. Мы начали молиться два раза в неделю на наших молитвенных служениях. И я думал, что туда поедут, могут поехать только фанатики. Но кто-то же уже поехал, и им там тяжело. Давайте покроем их. И мы ходатайствовали три года как церковь. Мы очень сильно ревностно молились. И вы знаете, со временем, а вы скажете, почему же ты не поехал, если Господь тебя туда призвал? Если быть честным, я не поехал потому, что я боялся. То есть страх. Причина страха. Да. Я вроде и люблю этих людей. А если быть честным, вот почему многие крестьяне, может быть, и призваны, и знают об этом, но этот шаг не делают? Потому что страх, а вдруг что-то произойдет, а вдруг меня убьют. Но когда уровень любви к этим людям стал выше, чем уровень страха, тогда я смог поехать туда. Еще не было тогда, 2001 года. Да. Еще не было террористической атаки на близнецы в Нью-Йорке. А ты говоришь, страх в 95-м году. Да. Так в 2001 году и после, сколько произошло террористических актов, и это не остановило тебя поехать в Турцию? Когда Бог ложит что-то на сердце, тогда этому тяжело противостоять. Но даже если Бог не ложит людям, то все равно есть Евангелие от Матвея, 28 глава, 19 стих, где Иисус ясно сказал, идите и научите все народы. Великое поручение. Да. Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это было поручение, передано ученикам и передано всей Церкви. Потому каждый верующий человек имеет на себе ответственность за исполнение этой заповеди, впрочем, как и любой другой заповеди Иисуса Христа. То есть Церковь, как тело должно взаимодействовать, чтобы Евангелие Иисуса Христа распространилось по всему миру, всем народам, как сказал Иисус. Потому в моем сердце вообще все люди близки, которые едут куда-нибудь, чтобы донести Иисуса Христа в любую страну, в любое село, в любой город, в любое место. Но в мое сердце Господь положил вот это желание ехать в Турцию. И со временем наших молитв, как я уже сказал, уровень любви стал выше, чем уровень страха. И я начал постепенно готовиться. Сначала в 2001 году и два-три раза я поехал посмотреть, что такое представляет собой Турция, какая это страна, и можно ли туда на самом деле ехать. То есть ты поехал к туристам в 2001 году посмотреть Турцию. И на самом деле это было страшно. Это был первый момент, первое впечатление было ужасающим. Когда ты выходишь на улицу и люди кричат, таксисты пипикают, и это гудки автомобилей, или громко. В христианском мире, если вы бываете на улицах в Западной Европе или в Америке, или даже на Украине, более тихо, более спокойно, люди как-то уважают тишину друг друга. Когда вы попадаете на восточное общество, вы попадаете в совершенно другую атмосферу, где люди кричат, где зазывал и зазывают что-то покупать, таксисты сигналят возле тебя, чтобы ты использовал их машину, их услуги. И таксисты начали хватать меня за сумки тащить. Я не понимаю языка, я не знаю, кто эти люди. Живая реклама. Да. Я сразу, первых два дня я был в таком состоянии, попал в кафе, где меня обманули на много раз, много крат заплатил деньги в два места, чем стоило на самом деле блюдо. То есть мои первые впечатления были насколько шокирующими, что я сказал, «Боже, никогда в жизни я сюда не приеду». Но потом, через два-три дня, моё сердце отлегло, успокоилось, и я начал знакомиться с местными людьми, с церквями по территории Турции. И как бы начал изучать, как я могу туда попасть, как я могу быть, как люди, как реагируют, что делать, как подготовиться. Я думаю, что каждому миссионеру, который хочет на самом деле поехать куда-то, нужно было бы сначала поехать посмотреть на разведку, увидеть как, пообщаться с людьми, как он может там жить, как может служить, что может делать. Это хороший совет. То есть миссия — это не просто быстренько чемоданы собрал и поехал. Да. Нужно сначала поехать, рассмотреть, узнать, разведать, а потом уже ехать. И чувствовать призыв в сердце. Ваня, следующий вопрос — переезд в Турцию. Ты рассказал, что ты в 95-м году побывал на Конгрессе, в 2001 году ты поехал туристом в Турцию. Теперь расскажи телезрителям твой переезд в Турцию. Как это осуществилось? Когда ты почувствовал в своё сердце конкретное желание, решение переезжать туда, трудиться миссионером? Да. Я начал изучать много различных книг, литературы. И постепенно, читая это всё, изучая, я подготавливал себя, потому что необходимы знания. Для того, чтобы что-то делать, человеку необходимы знания. Поехать, потом изучать. И пришло такое время, когда уже я почувствовал, что как бы это выглядит как роды. То есть в том, в чём я нахожусь, мне уже тесно. Я вроде бы и успешный служитель, и вроде всё хорошо получается, и пастор церкви, множество людей меня уважают, много благотворительной деятельности, много различной работы. И вроде бы нагретое место, в котором ты уже даже и финансово, и хорошо всё устроено было. И как бы духовно, и организационно, и всё работает, только бери и служи. А я уже чувствую, что всё, я уже не могу находить себе место. Мне надо, надо идти к тем людям, мне надо что-то делать. Да, я осознавал, что это будет очень тяжело. Я осознавал, что моя мама плакала, когда она меня провожала, потому что в первые поездки, потому что если бы я поехал в Германию, она бы, наверное, не плакала. Но когда я ехал в Турцию, то она знала и слышала слухи, какие-то люди, и другие люди рассказывали, которые по бизнесу ездили, как видели, как наших людей, бизнесменов даже убивали. То есть как бы в отеле, поэтому было страшно немножко. Что сказал папа? Папа? Папа сказал, а почему бы тебе не продолжать заниматься в твоей собственной профессии здесь? То есть папа, но мама благословила, и папа потом сказал тоже мне, говорит, ну впрочем, если ты уверен, если ты будешь счастлив в этом, то я благословляю. Потому я очень рад, что как бы от родителей я тоже получил благословение в этом. И вы знаете, я не просто поехал, я раскладывал все равно шерсть. Потому что какие бы ни были, то есть проверял, Божья ли это воля, какие бы ни были откровения, какие бы ни были желания, я знаю, что надо человеку быть убежденным, что Господь хочет от него этого. Но второе, что нужно, нужно повиноваться Богу, когда Он от нас ожидает. И я, допустим, знал, что мой друг, который уже служил раньше миссионером в Турции, в другом городе, имел проблемы с получением визы в Турцию, в тот тип визы, который я хотел тоже получить. И он 3-4 месяца обращался в посольство, постоянно ходил, собирал документы, никак не мог. Я сказал Господь, а он уже служил там, я сказал Господь, если ты хочешь, подтверди мне. Я пошёл, я говорю, сделай так, чтобы закрыты были двери, если я это делаю по-человечески, если по-твоему, то открой двери. И когда я пошёл туда, то мне открыли визу за 15 минут. Я увидел руку Божью. Удивительно. Да, и на каждом этапе я видел руку Божью. Потом, я не знал никого в Стамбуле. 18-20 миллионов населения, огромный город. В Стамбуле 18-20 миллионов населения? Да, 15 официально, но там много беженцев, которые живут неофициально, тоже работают, не имеют прописки местной. Это мегагород. В Москве 11 миллионов, а это 20 миллионов. То есть там большая нужда. Когда ты попадаешь туда, ты чувствуешь это мощь, это сила, это количество людей, которые не знают Бога. Потому что на всю Турцию насчитывается где-то 2-3 тысячи христиан. На всю Турцию, на 78 миллионов населения. 2-3 тысячи на 78 миллионов? 99,8% мусульман. Даже если пойти немножко дальше на восток, в Сирию, там уже 40% христиан. То есть Турция, хотя она находится на западе, ближе к Европе, она более нуждается в Евангелии, чем страны, которые идут дальше. То Иран, Ирак или Сирия. Потому я особо призываю сюда, потому что там большая нужда. Хотя она в то же время одна из самых туристических стран среди мусульманских, потому она открыта для того, чтобы люди приезжали. И вы знаете, и когда я приехал первый раз, у меня было две больших сумки, всего 100 долларов, а цены в Стамбуле почти как американские на все. То есть вы можете оценить, сколько это денег и на что могло бы их хватить. У меня было только 100 долларов, хотя наша церковь благословила. Свою церковь я передал без финансовой поддержки, чтобы финансы были для тех пасторов, которые будут вести. Старшие пастора благословили. И я уехал туда. Но не было финансовой поддержки, но я знал точно, что Бог этого хочет. И когда я туда приехал, то там у меня была только одна знакомая верующая, которая сказала мне по телефону, я с порта позвонил, она говорит, я ничем тебе не могу помочь, потому что мой муж мусульманин, и он против, чтобы я общалась. И я остался один на 20-миллионный город со 100 долларами. И вы знаете, я оказался на улице. Нельзя все плохое сказать о мусульманах, потому что в мусульманах есть очень много библейских оснований, которые они взяли, которые они стараются исполнять. Они взяты, Коран частично взят из Библии, потому что там есть много библейских оснований, которые они стараются исполнять, которые, к сожалению, западное общество уже потеряло. Допустим, гостеприимство. Меня приняли, я не знал, куда идти, я молился Богу, Боже, помоги. И денег нету, чтобы в отеле жить. И меня приняли домой мусульмане. И я один месяц жил среди мусульман, и они меня кормили. И один из них встал со своей постели, и он ходил по друзьям целый месяц, пока я жил. И я жил на его кровати, спал на его кровати в его комнате. То есть, такое внимание и любовь, которую проявляют мусульмане, нам, христианам, еще нужно поучиться. Потому что один турок мне как-то сказал, говорит, «А вы посмотрите на себя. Я был в Западной Европе, я был в Германии. Ты там на улице будешь голодать, и ты там умрешь, и никому не будешь нужен, и никто не спросит тебя». То есть, восточное гостеприимство резко отличается от западного гостеприимства. Да. То есть, как бы это то, чему нам, как христианам, нужно поучиться. Почему я об этом говорю? Я хочу, чтобы слушающие меня, мусульмане, поняли, что я глубоко уважаю все положительные стороны вашей культуры и жизни, все, что вы много хорошего имеете. Я это глубоко уважаю и ценю. Я многому у вас учусь. Но это не означает тот факт, не отвергает тот факт, что единственный путь, как можно человеку попасть на небо, это Иисус Христос. Потому что все люди согрешили, а Бог абсолютно свят. И с Ним присутствовать может человек только без греха. А как же быть с грехами, которые люди совершают? Мусульмане говорят, я сделаю молитву, я сделаю намаз, и после этого мои грехи простятся. Бог простит, потому что Он милостивый. Но Бог не может обманывать. Послушайте, Бог не может обманывать. Если Он сказал раньше в той же Библии и даже в том же Коране, Он сказал, что если ты сделаешь вот этот грех или грехи просто, то я тебя накажу адом. Как же после этого Он может вот это свое обещание отвергнуть, а новое обещание милости дать? То есть закрыть глаза на то, что Он сказал, что накажет, и потом просто принять нас и простить? Значит, Он был обманщиком раньше, что Он говорил, что накажет? Нет. А Бог никогда не обманывает. Бог истинен и праведен. Потому единственный путь спасения это Он послал своего Сына Иисуса Христа жертву, Курбану. Послал для того, чтобы наказать наше наказание, которое мы заслужили, положить на Него, Его наказать и таким образом нам дать свободу и милость. Потому в таком случае, если мы принимаем жертву Иисуса Христа для нашего спасения, получается, что и Божья справедливость, то есть Бог одолетли, Он справедливый. И Божья справедливость, то, что Он обещал раньше наказать грех, и Божья милость, что Он прощает грешника кающегося, исполняется, когда наш грех и наше наказание возлагается на умирающего на кресте Иисуса Христа. Потому как бы это доктринально тогда имеет полноту. А если просто сказать, что мы согрешили, мы сделали намаз, помолились и Бог простил нас, значит, тогда, получается, Бог раньше обманывал, когда Он говорил, что Он накажет наши грехи. Вы понимаете? То есть я хочу обратиться к вам, чтобы вы задумались, что Бог любит на самом деле и желает вас спасти, желает освободить от ада, чтобы, когда вы попадёте после смерти в духовный мир, вы могли на самом деле быть в вечности с Богом, в Которого мы все верим, Который сотворил небо и землю. Я только могу сказать «Аминь» при этих словах. Для того, чтобы там находиться, нужны финансы. И я решил, что… Я просто взывал к Богу, «Господь, если ты хочешь, мне для того, чтобы заплатить за проживание и находиться в Турции, мне нужно было 600 с лишним долларов на то время, нужно было чудо». И я молился, «Бог, если ты меня на самом деле позвал сюда…» И у меня уже заканчивались даты, мне даже сказали уже уходить, потому что я слишком долго находился. Я сказал, «Господь, если ты позвал, сделай чудо, а если нет, я должен уехать назад, потому что я здесь не могу находиться нелегально в этой стране». И вы знаете, «Господь сделал чудо». Ночью в 4 часа утра муж одной сестры, которую я знал раньше, хорошего человека, с семьей которых мы дружили, ее муж позвонил ко мне ночью и говорит, «Мне Бог положил на сердце выслать тебе 700 долларов, я вышлю тебе в Western Union». И я следующий день во вторник уже утром иду в Western Union, я получаю тебе 700 долларов, и в среду последний день я оплачиваю за то, что мне необходимо было оплатить, и в то же время я оплачиваю за общежитие, в котором я поселился. Будучи пастором церкви, моя нога никогда не касалась земли, ездил на машине, у меня было все, что необходимо. Люди приносили, помогали мне, в чем я нуждался. Не потому что я был такой паинька, а потому что я служил Богу, и Бог побуждал людей меня поддерживать. А сейчас я попадаю на самый ноль и начинаю с ноля. Попадаю в общежитие, живу среди местного населения турков, живу в шесть человек в маленькой комнате, где-то четыре на шесть метров. И до сих пор я живу. Три года уже я живу в этой комнате среди турков, я несу Евангелие именно местному населению и также русскоязычным, находящимся там. Первые месяцы я думал, что нет вообще христиан в Турции, потому что их нигде не видно. Мусульман видно, эти крики, эти звуки ирзанов, которые просто давят на голову и со всех сторон. Но христиан нигде не видно. Но Бог помог мне, и я нашел одну церковь, библейское общество, баптистскую церковь. И там уже я узнал еще об одной церкви, которая вроде как пресвятырианская динаминация. Я туда попал, но там были люди со всех динаминаций. И было русское служение, на котором в то время не было никакого брата даже, чтобы вести служение. Были просто женщины, только женщины с бывшего Советского Союза, с разных стран. И они мне... Один брат, который там находился, бизнесмен, он вел в это время служение, он пригласил меня. Я не хотел приходить, потому что я же к туркам призван. Но все-таки Господь побудил раз, второй, и он меня призвал. И потом дал мне место, говорит, проповедуй. Раз, второй, третий. А потом сказал, все, я ухожу, потому что это не мое призвание, а ты пастор, веди. И с этого времени, как буквально через пару месяцев после моего приезда, я уже стал служителем, ведущим русскоязычное служение в Стамбуле. Междиноменационные служения. Люди из разных церквей, которые посещали раньше в Советском Союзе, бывшем, приехали, на работу устроились, вышли замуж. В основном женщины или где-то работают, и также молодые парни. Посещали нашу церковь. Новые люди постоянно приходили. То есть, поэтому я открыт для работы со всеми деноминациями. Люблю всех. И я осознаю, что Христос и разные положительные стороны есть в каждой деноминации. С этого времени я начал вести эту церковь два с половиной года я вёл междиноменационное служение. И вот совсем недавно, в марте этого года, мы уже начали церковь полного Евангелия. То есть церковь, которую я тоже вижу в сердце. В то же время, поддерживая друг друга, поддерживая верующих в той церкви, там, где брат, который помогал в служении, с которым мы служили вместе, сейчас продолжает вести. К этому той церкви относятся много различных деноминаций, вкладывали свою часть туда, в её развитие. И сейчас Господь позволяет нам делать служение евангелизации в этой новой церкви, которая называется Новый Иерусалим, церковь Новый Иерусалим, города Истамбур. Бог мне сказал, я тебя нанял на работу, и я полтора года на улице раздавал Новые Заветы и литературу на турецком, арабском, иранском, на других языках. То есть в воротах церкви мы ставили столик, потому что на улице это два месяца тюрьмы. И как найти путь? Просто ставили столик в ворота церкви, двора церкви, и получается, что вроде на территории церкви Библии, потому что когда полиция спрашивает, как вы тут находитесь, в церкви же можно положить Библии, а на улице два месяца тюрьмы за распространение, они называют это пропагандой. Потому мы пробовали раздавать и на улице людям, но на регулярной базе, как регулярное служение, каждый день я раздавал Новые Заветы полтора года на улицу с этого столика. И также проповедовал среди молодежи, студентов, бизнесменов и различных людей, которые есть. Турция. Турция – одна из самых красивых стран в мире. Эта земля находится в теплых климатических условиях и расположена очень выгодно территориально, поэтому она всегда была лакомым кусочком, на который обращались взор сильнейшие государства всех эпох. На протяжении последних четырех тысяч лет она являлась колыбелью различных мощных цивилизаций. Сохранившиеся в больших количествах археологические памятники расскажут вам о их былой славе. Особенно важным для нас является то, что в Турции совершал основную свою часть работы апостол Павел. Там же имело место первое христианское пробуждение, охватывающее целую Асию. Там же служил Тимофей, Тит и другие герои Нового Завета. На этой же земле жила последние годы жизни мама Иисуса Христа, апостол Иоанн, и были расположены семь церквей и книги Откровения, а позже и славная столица христианства и цивилизации Константинополь – современный Истамбул. Название города было изменено в 1453 году, когда турки-мусульмане под предводительством султана Фатиха завоевали город. История говорит, что кровообитых христиан тогда достигала уздечек коней в некоторых местах города, и по наступлении ночи в ней отражалась луна и звезды, как в озере. Это вы можете увидеть запечатленным на флаге Турции. С этого момента Стамбул стал столицей Османской Исламской империи, охватывавшей огромные территории и многие страны. Пастор Иван, Турция – уникальнейшая страна, историческая страна. Какое твое наблюдение, что ты можешь рассказать о Турции? Ты уже три года там живешь. Расскажи, пожалуйста, нашим телезрителям. Да, Турция, конечно, очень красивая страна. Я очень советую вам приехать посмотреть. Не зря она называется туристической. Турция – это страна, где были основаны многие или находились многие цивилизации. Как вы помните, там была и Римская империя, там было и греческое влияние, все греческие события. Даже Олимп, греческий Олимп, который, боги Олимпа, они находятся недалеко возле Анталии, в Турции. То есть, много цивилизаций, они оставили свои следы. И другие, где-то около шести больших цивилизаций. Османская империя 600 с лишним лет. То есть, вы можете увидеть следы этой цивилизации даже туристическим образом, если вы приедете. Я побуждаю приехать, потому что это очень красивая страна. Вы отдохнете, вы насладитесь чистейшими водами Медитерэнен, Среднеземного моря. И вы увидите колорит, немножко другую культуру. Турция очень красива, очень бархатный климат. Хотя есть разные территории в Турции, где очень холодно, где очень жарко. Турция, где можно купаться в море, в горячей воде и в это же время через полчаса кататься на лыжах, на горах. То есть, очень красивая страна географически, туристически. И что можно сказать о народе Турции? Народ Турции, люди турки, особенно люди в маленьких городах и селах, это очень добрые и гостеприимные люди. Очень хорошие люди, которые действительно проявляют любовь. Когда мы ездили по территории Турции, попадали в маленькие города, люди просто приглашают вас к себе домой, они накрывают вам все лучшее, они достают всю лучшую пищу, которую они имеют. Мы не знакомы вообще, они первый раз нас видят. И такое внимание, такую любовь, которую проявляют в Турции к незнакомым людям на улице, это великолепно. Это то, что нам, как христианам, даже нужно учиться. То есть, поэтому я бы сказал, что 90% людей, турков, нормальные, добрые, порядочные люди, с которыми можно найти общий язык, которые тебе помогут всегда, которые открытые. Но это, можно сказать, культурные турки. То есть, турки, которые не очень глубоко знают ислам. То есть, не очень глубоко знают Коран и не очень глубоко следуют. Это просто люди, которые взяли положительные части и живут в этом. Если же вы посмотрите на религиозную часть, среди них также есть люди, которые отвергают те места или религиозного учения ислама, либо те места Корана, которые говорят о насилии и убийстве. Они как бы игнорируют это. То есть, есть разные направления в течение в исламе, чтобы вы понимали. Даже среди ортодоксальных мусульман есть люди добрые, порядочные. Но всё-таки на что надо обратить внимание? Говорят, некоторые вот особенно секулятивные христиане, то есть, люди, которые уже номинальные христиане современного западного общества, говорят, например, я был в Германии, в городе Кёльн, и общался с одной сестрой одной церкви евангельской. И я говорю, я миссионером буду в Турции ещё раньше. Я поеду туда служить, евангелие нести. Она говорит, зачем? Они же хорошие люди. У них хорошая религия. Я не знал, что ей сказать. Я просто удивлялся от христиан слышать такое понимание. Потому что, на самом деле, ведь источник поведения людей берётся из их священной книги. То есть, для того, чтобы понять суть религии, нужно не смотреть на поведение людей, потому что люди, для того, чтобы обратить свою религию, могут делать тысячу добрых дел. Как христиане, так и мусульмане, и любые буддисты. Они будут улыбаться, они будут служить тебе, покажут такую добродетель, которую ты не найдёшь, может быть, у великих пророков. То есть, на самом деле, добрые и хорошие люди. Но, чтобы понять, куда же ты идёшь, нужно изучить книгу этой религии. И если в книге христианства, я не говорю о Ветхом Завете, если в книге христианства, Иисуса Христа, который дал новый завет, построенный на любви, Иисус говорит, что любите врагов ваших. Если тебя ударят в правую щеку, обрати к нему и другую. То, допустим, в Коране говорится ясно, чтобы мужья избивали своих жён, оставляли их дома, чтобы, допустим, закрывайте их в домах, избивайте их на ложах ваших, закрывайте их в домах, чтобы их успокоила смерть. Или, допустим, избивайте многобожников, где вы их не найдёте. А многобожники — это имеется в виду тех, кто верит в Отца и Сына и Святого Духа, то есть христиане. Потому что мы не многобожники, мы на самом деле верим в единого Бога, Отца Небесного, который проявлялся в различные времена в трёх личностях. То есть он проявлялся в Сыне Божьем Иисусе Христе, потому что Бог Отец просто хотел показать, какой Он есть и искупить людей сам. То есть ему надо было явиться в теле на землю, потому он не имел физического Отца. И Бог, Отец, не спал физически с Марией. Это богохульство. Он просто вдохнул Святого Духа и свою часть передал внутрь Марии. И потом она родилась в виде Сына Божьего, Иисуса Христа, духовного Сына. Бог не спал физически, Отец, с Марией. И получается, получается, что Иисус явил Бога. И Дух Святой это присутствующий везде Бог, который сейчас есть во всей Вселенной. Поэтому Бог, Он имеет проявление или три личности, которые проявляются в разных местах и в разное место. Мы верим в одного Бога, который проявляется триедина. Поэтому мы не верим в трёх Богов. Но всё-таки в Коране или люди неправильно поняли, что вроде бы христиане верят в множество Богов. И в Коране прямо говорится «Избивайте многобожников, где вы их найдёте». Я ни разу, наверное, не услышу эти места из Корана от проповедников ислама, которые проповедуют в Америке или в Европе. Потому что эти места как-то скрываются или их игнорируют, или их где-то убирают в сторону, об их не упоминаются. И таких множество, множество мест. И вы их знаете, мусульмане, вы их знаете, когда вы читаете Коран, потому что об этом там говорится. «А как же тогда быть с Божьей любовью? Если Бог, сотворивший Вселенную, есть любовь и любит каждого человека, то как же тогда человека нужно убивать? Ведь Бог кормил нас, Бог давал нам воздух, Бог давал нам пищу, Бог давал нам всё. И как же мы убьём человека, которого Он сотворил, Бог, по образу и подобию своему? Вы скажете, «А, вы же сами нас убивали, вы же сами приходили в крестовых походах и в разных...» Нет, это убивали не христиане, это те убивали, кто называли себя христианами. Но они не были христианами ни по духу, ни по любви, ни по смыслу. Какие же христиане могут называться себя христианами и убивать других людей в захватнической войне, если Иисус сказал, «Люби врага твоего», если Иисус сказал, «Возлюби ближнего твоего», то как могут христианин, которые повинуются это повелению Иисуса Христа, быть христианином, если он идёт и убивает других людей? На самом деле, эти люди не были христиане, они просто называли себя христианами. 99,8% населения Турции считают себя мусульманами, а ислам — в самой последней и верной религии, приносящей мир, благополучие и процветание не только для них, но и для всего мира. Поэтому они верят, что должны войти в Евросоюз, чтобы покорить этой религией Европу. Независимо от этого, Иран готовится к исполнению шестой заповеди Мухаммеда в войне против неверных. А по плану известной организации Аль-Каида к 2020 году Царство Ислама будет установлено по всему миру через военный переворот одновременно во всех странах мира. На данном этапе основной работой является высылка исламских миссионеров и их интеграции в христианском мире. В Западной Европе постепенно церковное здание превращается в мечети, потому что гуманистически настроенные священники предоставляют под приюты мусульманским беженцам церковное здание, позволяя им совершать исламские обряды и декорировать стены церквей необходимым по исламу образом. В то время, когда в Турции официально декларируется свобода верить и распространять любую религию, в реальности ситуация отличается. Во время последнего Рождества два брата и я мы пошли на центральную улицу Стамбула для того, чтобы там распространять Евангелие. И я попросил людей в это время молиться за нас и благодаря этому Бог нас защитил. Были на нас нападения, но нас не побили, ничего с нами не произошло. Но, к сожалению, через пару дней на этом же месте американские миссионеры раздавали Евангелие и они были побиты и один из них потерял передние зубы. То есть, можно сказать, небольшое такое гонение, но это же находилось на центральной улице, в самом цивилизованном месте, где множество туристов и множество полиции. В феврале этого года религиозным фанатиком-подростком был застрелен священник-миссионер католической церкви. После известного случая с карикатурами на Мухаммеда были совершены нападения на евангелистов и евангельские церкви также, хотя фактов убийства не обнародованы. Турки – это горячий народ, настроенный патриотически. Это подтверждается войной 1915 года, когда не имеющие оружия голые боссы турки ценой в 500 тысяч жизней победили четыре технологически передовых государства Англию, Францию, Австралию и Россию, которые вели завоевательную войну против Турции. Преобладающая часть населения имеет те же патриотические чувства в отношении ислама. Один из высших законодательных органов в мае разрабатывал закон, по которому ислам должен иметь меньше влияния в правительстве Турции ради интеграции с Европой. 18 мая 2006 года известный юрист Саудерган Арслан в переводе Лев со словами «Я воин Аллаха» вошел в здание Министерства юстиции и расстрелял пять передовых юристов, работавших над этим законом. В результате чего глава комиссии Юджель Юсбельгин убит, а другие получили ранение. Почва сердец турков затоптана, забросана горами камней, покрыта терниями и полита кислотой. Поэтому в исламском мире иногда нужно трудиться годы, чтобы по-настоящему обратить ко Христу хотя бы несколько мусульман. Люди, послушные Божьему призыву проповедовать Евангелие всякому творению, попадают в вызывающую отвращение атмосферу. Крики людей на улицах, полных мусора, бескультурии, ненависть ко Христу, обман, множество моральности вокруг и духовное давление. Пять раз в сутки Эрзан, призыв на молитву мусульман, пронизывает каждый дом через мощные динамики, установленные со всех сторон с большой плотностью. Миссионерам с разных стран часто приходится голодать, имея на пропитание пять, иногда десять долларов на неделю или жить в ужасных условиях. Но, невзирая на трудности и гонения, Божий свет непрерывно возрастает в Турции. Евангелие проповедуется самыми различными путями через распространение Слова Божия и христианской литературы на турецком, арабском, иранском и других языках, через участие в общественных программах, радио, а также через евангелизацию в студенческой среде и просто в обществе. Функционируют библейские школы. Хотя и медленно, но уверенно растут церкви. Все больше людей по благодати Божией открывают свои сердца и нужды, приходя ко Христу. Божия любовь дает силы терпеть, прощать, любить, служить и не сдаваться. Бог проговорил ко мне несколько месяцев тому назад, если Запад не будет заниматься Востоком, то Восток будет заниматься Западом. Знаете, Восток уже занимается Западом и необходимо, чтобы Запад, то есть христианский мир, начал нести Евангелие на Восток более активно, более сосредоточенно. Четыре миллиарда человек, они нуждаются в спасении, они нуждаются в Евангелии, поэтому я приглашаю вас, приезжайте, мы будем служить вместе, мы будем нести любовь Божью этим людям, пускай множество людей в этих странах получат вечную жизнь и войдут на небеса вместе с нами. Пастор Иван, такой вопрос. Мы прочитали в средствах массовой информации, что в Турции были недавно замучены христиане. Пожалуйста, расскажи об этом. Да. Я, прежде чем рассказать это, я хотел бы сказать, чтобы те христиане, которые имеют в своём сердце желание служить в исламском мире, чтобы не боялись из-за этих свидетельств. Потому что такое может произойти только с людьми, которые посвятили себя на долгие годы. Никогда я не слышал ни одного случая, чтобы это произошло в Турции с людьми, которые приехали на короткое время. Потому что обычно турки очень гостеприимны, любят туристов, потому что туристы являются источником финансов. И они готовы служить всячески, чтобы угодить и чтобы человеку было приятно. Даже если ты христианин, ты проповедуешь ему, но видно, что ты турист по твоему поведению, по твоему всё, что ты новый там человек, то они с радостью тебя примут и будут слушать даже Евангелие. Лишь бы ты потом им заплатил, допустим, если ты у них в кафе кушаешь или где-то в отеле их ним живёшь. То есть не бойтесь, пожалуйста. Но те люди, которые там живут и служат долгие годы, они, конечно, могут подвергаться опасности. Их обычно вычисляют местные фундаментальные люди, мусульмане, которые 10%, я сказал уже около, может быть, я точно не знаю процентного отношения, просто так по моему ощущению, которые ведут войну против христианства. И вот эти люди могут вычислять постоянно живущих миссионеров и стараться воевать против них. И вот один такой случай известный произошёл несколько месяцев тому назад, совсем недавно, в одном маленьком городе Малатья. Это областной центр. Чтобы вам было приблизительно понятно, в Турции существует 80 областных центров. Малатья находится в центральной Турции. Самых четыре больших города это Истамбул, Анкара, Измир, Бурса, Адана, пять, можно сказать. И вот, которые миллионы выше. И в этом маленьком городе было несколько церквей, были миссионерские семьи, и были также библейское общество по распечатанию, которое издавало издание Библии и другой литературы. И небольшая церковь, где пастор Турок проводил служение и проводил также разбор словов на территории библейского общества в середине недели. К ним на служение начало ходить интересующиеся Богом шесть молодых человек, которые посещали служение, которые общались с пастором, которые стали друзьями, проникали в уже внутренние круги церкви. И они пришли также один день на разбор слова. Там был немецкий миссионер Тилман Геске, который приехал туда служить со своей семьей и женой. тремя детьми. И этот миссионер был там, и было три также брата из турков, которые по-настоящему уверовали в Бога, и они пришли на разбор слова. И когда раздался стук в двери, то интересно, что верующие братья наши пастора открыли дверь, и они увидели своих братьев, которые в церковь ходят уже несколько месяцев, месяца три. И они с радостью их приняли, но оказалось, что когда те зашли, они оказывается были студентами Исламского колледжа там, и они просто проникали таким образом в церковь. Они посещали служение, внушали доверие и разрабатывали план мардерин, как это по-русски сказать, убийства, план убийства этих служителей. И когда они зашли внутрь, их впустили, они привязали, они сказали, мы вас сейчас всех будем резать как свиней. привязали этих служителей и братьев к стульям, привязали ноги и руки, и они начали в течение трех часов медленно разрезать их на части. Как именно? Снимая все это на мобильные телефоны, на видео, они сначала отрезали пальцы рук, это не было в советское время, и не в Китае, это в наше время, не в коммунистической стране, это несколько месяцев назад. Они отрезали пальцы и принесли с собой кухонные инструменты для разборки мяса, и они разрезали эти пальцы на части, заставляя смотреть человека, когда его собственные пальцы разрезаются на маленькие кусочки, потом и заставляли других братьев смотреть, как они разрезают другого. И потом они отрезали пальцы ног и разрезали их на части, и потом они отрезали нос и уши каждому из них и потом они кастрировали каждого из них и все это разрезали на части перед глазами друг друга и потом потом они извините за такие слова может быть это не неудобно говорить но они ножами задний проход большими этими много раз и про выпускали все наружу и в это время один брат опоздал на разбор слова и он начал стучать двери но он услышал пробовал открыть дверь и она закрыта начал стучать и слышит там крики вопли хрип соп и разные звуки бульканье разные непонятные звуки и он побежал двери не так и не открылись и он побежал вызвал полицию когда полицейский прибежал он услышал эти звуки он начал требовать открыть двери но двери не открывались потому полицейский начал стрелять в двери и соседи вокруг они позже сказали а мы думали что нам христиане что-то разбирается мы даже не хотели вмешиваться в это и неизвестно знали или нет ну так вот бывает что может христиане могут иногда не ожидать помощи от других мусульман против своих же мусульман или защиты и когда полицейский ворвался внутрь в это перед этим как он смог ворваться глава этой команды он пытался спастись через окно убежать и через по водосточной трубе спуститься вниз и он сорвался и разбил себе голову и когда ворвался полицейский внутрь как раз перед этим они успели перерезать горло от уха до уха каждому брата который там был привязан и они их таким образом убили и полицейский ворвался и увидел такую картину это произошло не до недавно в малатии обычно такие случаи происходят в турции раз в полгода с меньшей и большей строгостью или жестокостью но допустим что произошло в малатии в малатии после этого все миссионеры уехали полностью церкви распались в церквях осталось по два по три человека но жены этих миссионеров сказали жены этого миссионера тельмана у которого было три дочери есть три дочери и жена пастора они сказали по телевидению в турции что мы прощаем этих людей потому что они не знают что они делают то есть они тут же показали что христианство отличается любовью прощением и милостью что это не религия насилия жестокости а религия любви божьей и прощения и она на самом деле открывает путь к сердцу бога который есть и вот чтобы ты хотел бы к чему призвать наши телезрители я бы хотел чтобы дух святой призвал я могу сказать слова но я молю бога чтобы дух святой коснулся ваших сердец потому что иисус ждал поручения всем нам церковь в америке церковь сакраменто церковь в европе в россии на украине везде церковь которая нуждается в том чтобы услышать эти слова иисуса христа идите научите все народы крестя их во имя отца и сына и святого духа научая этих людей соблюдать все что я повелел вам и если вы будете это делать то я буду с вами во все дни до скончания века и есть уже некоторые люди которые пошли но нас мало и мы очень нуждаемся в помощи вселенской церкви вы нуждаемся в помощи братьев сестер как личности вы нуждаемся в помощи организации церквей молодежных служений вы нуждаемся в том чтобы приезжали команды помогали поддерживали наши руки потому что мы не обладаем всеми дарами мы обладаем какими-то способностями но тело христа обладает различными дарами вместе потому если придут пастора придут евангелисты придут служителя или приедут просто молодые люди группа молодежных молодых людей служения или взрослых людей которые приедут вместе с нами возьмут библии пойдут на улице мы научим как это делать мы разобьемся на команды по два-три человека мы будем свидетельствовать обе иисусе или как допустим приезжала из штата нью-йорк группа к нам очень сильно помогла молодых людей с разных церквей по одному человеку с разной церкви даже с одной церкви не нашлось одного человека но был один пастор молодежи который сделал объявление на молодежной конференции и с разных церквей и даже с разных динаминаций разные динаминации люди собрались вместе они разработали пантомиму два-три дня не порепетировали пантомиму под фонограмму и мы смогли сделать на центральной улице стамбула в театре смогли арендовать театре сделать спектакль приглашаю неверующих людей и пантомима это то что не нужно знать языка она понятно когда иисус умирает на кресте когда показывает это распятие когда люди согрешают и дьявол над ними издевается потом иисус их спасает это понятно всем мусульманам потому что мы я понимаю турецкий язык я слышал как мусульмане смотрящие эту пантомиму они говорили вот это иисус он умирает за грехи вот это дьявол он издевается над людьми вот иисус сражается с дьяволом я видел как они по-турецки выкриковали я слышал что они понимают это евангелие мы можем не стим евангелие мы можем использовать английский язык использовать наших переводчиков общаться с людьми попадать в семьи потому что люди очень гостеприимны мы можем делать различные другие формы евангелия даже один из братьев просто делал фокусы на улице брал платочек и потом хоп и платочек пропал и нету платочка и потом раз и платочек снова появился собирал массы людей люди смотрели смеялись и потом он приглашал их на этот спектакль то есть разные идеи творчество которые способны для того чтобы достигать людей они там работают особенно вот такие amat animation то есть такие которые могут можно без языка которые можно рассказать то есть любые другие которые будут у вас на сердце идеи чтобы какие-то благотворительные деятельности или любая деятельность которая вас на сердце еще раз хочу сказать не бойтесь если вы прийти на два месяца если вы прийти для открытия каких-то курсов английского языка или чего то что у вас на сердце или вы прийти на две недели просто путешествовать по турции как мы делали в интересных городах проповедовать евангелие побывать и увидеть красивые туристические места и в то же время антиохия допустим там где первые христиане начали называться христианами 7 церквей книги откровения мео тарс место где родился апостол павел антиохия песидийская другая антиохия константинополь самая вторая в мире большая церковь все это находится в турции увидев эти места вы еще сможете служить народу который один из самых нуждающихся в евангелии потому приезжайте и вы получите огромную радость эта команда которая была она уехала счастливая опьяненная потому что дух святой наполняет тех людей которые идут туда где евангелие очень мало известно и они были счастливы и мы были счастливы потому что получили такую помощь пастор иван мы находимся под большим впечатлением от вашего свидетельства пусть был благословит вас вы действительно герой нашего времени вы работаете в исламском мире где действительно люди могут отдать свою жизнь за иисуса о чем мы слышали пусть господь обильно вас благословит и сохранит уважаемые телезрители вы сегодня слушали и смотрели интереснейшее свидетельство это наш славянин человек которого господь призвал в 30 лет как иисус христос мы читаем 30 лет начал свое служение и уже три года пастор иван находится в турции и работает в исламском мире может быть кого-то господь побудит поехать туда да благословит ваше желание господь спасибо что вы смотрели сегодня нас увидимся в следующей программе до свидания будьте благословены ваше желание господь позвольте